Привет! В сети пошла снова информационная волна о том, что якобы будут призывать на службу в армию инвалидов третьей группы. И вот давайте мы снова разберемся с этим вопросом, так ли это на самом деле, стоит ли этого бояться. Это уже не первая волна по данному вопросу. И мы уже разбирались в одном из предыдущих видео, что же на самом деле происходит. И сегодня вынужден повториться, потому что за вчера пришло два десятка сообщений с одним и тем же вопросом. И сегодня эти вопросы продолжаются. Будут ли призывать инвалидов третьей группы? Нет, ничего не произошло нового. Никаких изменений в законодательстве касательно призыва инвалидов третьей группы нет. И те сообщения, которые есть в интернете о том, что якобы призыв во время мобилизации инвалидов возможен, они либо неполны, либо надо внимательно их читать. Потому что призыв действительно инвалида возможен, но в одном единственном случае он дает свое согласие. То есть на сегодняшний день, если мы почитаем 23 статью Закона Украины о мобилизации, то людям с инвалидностью дается отсрочка от призыва на тот срок, пока у них соответственно есть подтвержденная документально инвалидность. Но, согласно части 2 статьи 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, инвалид может быть призван на службу в армии, если он дает на то согласие. То есть, просто говоря, добровольцем человек с инвалидностью может пойти на службу в армии. Без его добровольного согласия призвать его силой невозможно. Почему же пошел этот шум? Да потому что просто в очередной раз на одном из центральных каналов выступил адвокат, ну они пригласили адвоката, да, он выступил и рассказал, а что же на самом деле происходит. И есть, мы знаем, законопроект, который просто хочет, авторы которого хотят просто уточнить вот эти формулировки и все. И там уточнение идет касательно места прохождения службы этим инвалидам, да, который добровольно пришел. Вот он может только по месту жительства. И там определяется, что место жительства это территория области, в которой зарегистрирован этот человек. Все, вот это объяснил адвокат и пошло, знаете как, вот в некоторые СМИ, некоторые телеграм-каналы перепечатали эту новость, не разобравшись до конца в чем суть. И некоторые действительно урезали все комментарии адвоката и получилось так, что якобы инвалидов будут призывать. Нет, на сегодняшний день даже законопроектов, согласно которым инвалида можно принудительно призвать на службу в армию без его согласия, нет. И соответственно закона, позволяющего сделать это, тоже нет. Ну и забегая вперед, поскольку опять же пошли слухи, что в связи с этим призывом инвалидам запретят выезд из Украины. Друзья, поскольку призыва нет, никто не собирается запрещать выезд лицам с инвалидностью из Украины. Поэтому давайте успокоимся, давайте будем меньше доверять тем СМИ, которые публикуют непроверенные новости, либо их извращают. А будем доверять в этом вопросе мне. Вот, на всякий случай ссылочку оставлю на законопроект в описании к этому видео, чтобы вы могли зайти и проверить, что там на самом деле написано. На этом все. Если вы считаете, что данное видео полезно, то поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и обязательно подпишитесь на мой канал. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!